Здравствуйте, друзья! На связи Татьяна Чиронова. Я продолжаю цикл видеоуроков о программе для создания слайд-шоу ProShow Producer. И в этом видеоуроке я покажу вам, как добавить в водяной знак свою презентацию. Или слайд-шоу, как это еще называют. Для того, чтобы добавить водяной знак, мы должны с вами нажать раздел «Презентация» левой кнопочкой мыши и выбрать водяной знак «Презентация». После этого открывается вот такое вот окошечко, в котором мы должны нажать «Обзор» и найти на своем компьютере заранее подготовленный водяной знак. Водяной знак лучше делать на прозрачном фоне. И делать, конечно, его нужно заранее. Нажимаем водяной знак, нажимаем «Открыть». Появится у нас на окошечке «Презентация». Вот так он будет выглядеть. Что мы здесь можем сделать? Мы можем увеличить, уменьшить масштаб вот этим вот бегуночком. Водяной знак лучше не делать слишком большим, не ставить на середину экрана, не делать его слишком заметным, чтобы он не мешал воспринимать ваше слайд-шоу. Я обычно ставлю водяной знак вот здесь. Некоторые ставят наверху. Я думаю, что наверху он будет мешать немножко смотреть. А здесь почему не очень удобно? Потому что на YouTube иногда здесь идет реклама. Вот такое вот окошечко появляется внизу. И сейчас я покажу, что мы можем делать с этим водяным знаком. Можем уменьшить, увеличить масштаб. Я сделаю масштаб побольше, чтобы вам показать, что мы с ним можем делать. Здесь вот мы можем менять позицию. Мы можем двигать. Двигать, конечно, удобнее, чем в окошечках это задавать. Вот, например, у людей. И он сдвигается. Дальше. Вращение. Ну, вот 90 градусов. Вот так вот он встанет у нас. 180 градусов. Сделаем без поворота. Он нам совершенно не нужен. Можем сделать отражение. Но это если у вас не буквы, как у меня, а картинка. Вам может это пригодится. Можем задать тут цвет. Дальше. Вот инструменты коррекции. Мы можем здесь регулировать резкость. По умолчанию здесь непрозрачность задана 50%. Мы можем непрозрачность эту убрать. То есть, делать чуть-чуть свой знак водяной. Можем добавить яркость или уменьшить. Контрастность. Белую точку. Белая точка, может быть, вы помните. Она делает так, что изображение как бы светится. Черная точка. И оттенок. Но здесь оттенок почему-то не работает. Нажимаем ОК. И можем посмотреть на большом экране, как выглядит наш водяной знак. Мне, честно говоря, не нравится. Все это нужно исправлять. Устанавливаем презентацию. И делаем опять презентацию. Водяной знак презентации. И убираем белую точку. Убираем яркость, прозрачность и резкость. Жмем ОК. Жмем Плей. Не советую вам, конечно, делать такой большой водяной знак. Это я повторяю и вам просто показываю, как он будет выглядеть. И еще я хочу вам сказать об одной особенности программы для создания слайдшоу про шоу-продюсер. Дело в том, что водяной знак вам надо заново будет ставить на каждую новую презентацию. Так как программа водяной знак не сохраняет. Иногда я об этом забываю и выпускаю видеоролики без водяного знака. Потому что я привыкла пользоваться Камтазией. А там водяной знак достаточно задать один раз. Так что имейте в виду эту особенность программы про шоу-продюсер. И не забывайте ставить водяной знак на каждую свою презентацию. Итак, в этом видео уроке я показала вам, как поставить водяной знак на свою презентацию или слайдшоу в программе про шоу-продюсер. Если вам понравился видео урок, то кликните на кнопочку «Нравится» под видео. Если вы хотите и в дальнейшем получать подобные видео уроки, то подпишитесь на мой канал. А я с вами прощаюсь и желаю вам всего доброго. До новых встреч!